Девушки отдыхают Это для того, чтобы подчинить ее волю себе Таким образом, через нее она собирается управлять Вергином И еще, я думаю, что она задумала с помощью соски много чего натворить И скорее всего она знает, что она дракон Дракон в руках чародейки Такой могущественный, коварный, лицемерный, алочный Можно перечислять много качеств совершенно нелестных Которыми гордиться нечем Но она сама, в общем, так открыто себя характеризует в общении Что она готова все ради таких вещей, как Достичь своей цели Она интересуется властью Не только как советница Вмешивается в политику У нее личный интерес к этому Вот так, как и, наверное, большинство чародеек Они вместе продумывали какой-то план Прибивали к помощи ведьмаков Сейчас давайте с ней поговорим Это было такое вступление Ну что? В предыдущей серии мы прервались с вами Да? Вот сейчас продолжаем Вот с этого момента Так, у меня компьютер переговорился Поэтому пару фраз может пропадать из записи Мне приходится перезаходить в игру У Родовита нет ничего против меня Когда ты поняла, что Саски дракон? Давайте и то, и другое спросим Родовит не идиот Он знает, что я невиновен И однажды я помог ему Родовит политик Он с большим удовольствием покажет себя благородным мстителем за убитых королей Прежде чем он это сделает, он услышит о твоих похождениях в Вергене Поддерживая бунтовщиков, я ослабила позиции Хенсельта И это самое главное Родовит сейчас в силе Его голос решающий на совете И во многом благодаря мне И поэтому он отправил тебя в эту нору Ах, ведьмак Это всего лишь недоразумение Если Она бы сказала, что она скоро выйдет отсюда Тогда бы мы могли подумать, что это сейчас главное Но, наверное Здесь она лучше смотрится за решеткой Значит, Родовит все-таки Ей не доверяет, либо он узнал о каких-то ее деяниях Что его очень сильно не впечатлило и разозлило Когда ты поняла, что Саския дракон Ты с самого начала знала, что Саския дракон? Сначала я подозревала, что она не та, за кого себя выдает Но я так и не узнала правду, пока Саскию не отравили Только тогда я смогла осмотреть ее как следует Я видел список ингредиентов для противоядия В нем нет ни слова о розе памяти Что ж, каждому нужны верные союзники Роза памяти очень сильна Даже самка дракона не смогла противиться моему заклинанию Так почему ты не можешь ее призвать? Двимерит блокирует всю магию Включая телепатию Двимерит, это что это такое? Ваше величество Я долго ждал этой встречи Я его помню с первой части Ты так внезапно покинула Реданию, что не оставила мне ни шанса попрощаться с тобой Должным образом Ваше величество Я не понимаю, почему меня арестовали Все, что я делала, служило интересом Редании Поддержка мятежа, ослабление Хенсельта Я рисковала собственной репутацией для вашего блага Я уже не тот маленький мальчик Который верил каждому твоему слову Она была его советницей Я была с тобой в самые трудные минуты Без меня ты бы никогда не стал тем, кто ты сейчас Я не понимаю Ты все прекрасно понимаешь Ты плела заговоры против моего отца И против меня Весь Реданский двор трясся от страха перед всемогущей Филиппой Эйльхарт Но эти времена прошли Ваше величество, это не так Позвольте мне объяснить В чем меня обвиняют, король? Посол Трис Мерригольд любезно составила для меня список лиц Состоящих в тайной организации Именуемые ложей чародеек В ней состояли также чародейки из Нильгарда Но о них вы можете больше не беспокоиться, госпожа моя Трис? Ты сошел с ума? Вы заказали убийство Димовенда Вы приказали убить Фольтеста Я подозреваю, что ты также замешана в убийстве моего отца И если бы я сейчас снял двемириц твоих рук, ты убила бы и меня Тебе конец, Эйльхарт Мы проведем процесс Чтобы все было как полагается Но знай, что ты не вывернешься Тебя обвинят в заговоре, измене и убийстве короля С тебя сдерут кожу А потом отправят на костер Димовенда С детства я провел, чувствую спиной твой холодный взгляд Когда я отдавал приказы Мои подданные ждали кивка Филиппы Эйльхарт Весь двор в Тритагоре смотрел, как ты унижаешь меня Вся рядание смеялось надо мной за глаза Помнишь, как ты учила меня смотреть людям в глаза Чтобы они первыми отводили взгляд? Король не может показывать слабость и нерешительность Это твои слова Я усвоил этот урок в совершенстве Только тебя мне так и не удалось принудить к покорности Только тебя У тебя еще есть шанс облегчить свои страдания Признайся во всем здесь и сейчас В присутствии посла Посмотри мне в глаза И яви свое раскаяние и покорность Но не будь у нее силы воли Она бы не смогла колдовать и то, чем она занимается Поэтому, да, она Ну, как хочешь Выносливая и гордости у нее много Гнусные глаза Ты совершаешь непоправимую ошибку, король Нам нужно спасти ее, кстати А кто же будет спасать Саускина? Выкололи глаза, но остались живы, да? Мы еще поговорим, ведьма Ну, такие, как она, могут приноровиться и видеть с помощью энергии Когда мне сказали, что Геральт из Ривии сидит в моем подземелье, я не поверил И чародейки, это не самое страшное Я знаю, не дал бы себя поймать Их даже больше инсинктово строятся Все занимается магией и глаза не нужны Если так, с помощью рук можно по энергии определять Как многие думают, определять с помощью энергии, да? То есть, в первую очередь, это, естественно, не с помощью ума Не с помощью материального мира, внешнего С помощью логики невозможно объяснить это Это внутри человека заложено с помощью чувств, ощущений То есть, это больше, чем просто интуиция Таких людей, кто занимается магией, у них еще больше обостроится такие чувства Поэтому, я думаю, что то, что он выколол ей глаза Это не страшно Он, конечно, ее сейчас... Ну, не напугал Она немножечко растеряна на время Если бы она была в безопасности, она бы быстро пришла в себя Так, это пару слов по поводу того, что с ней сделали Димерит, какие-то наручей Возможно, из какого-то металла Либо минералы, камня Из чего-то, наручники какие-то ей одели Наручей, которые сдерживают магию Из чего она не может колдовать Так, возможно, после вот этого диалога Можно будет прочитать в журнале Что там добавятся записи А я слышал, что Швейард говорил о ложе Я прошу о снисхождении Не для себя А для Трисмеригольд Твоя подруга сейчас в руках Фицестерля У него стандартная прическа Но ведь посол не откажет тебя в небольшой услуге, государь Не исключено, что мне придется просить Нильфгард О гораздо более серьезных вещах Поэтому извини Здесь решаются судьбы целых народов Судьба одного человека несущественна Я ему же волосы зачесала в хвост Специально деньги на это тратила Почему Геральт? Нет, мне нравится эта прическа Я очень долго ходила с ней Изначально не хотела ничего с ним делать Но потом для разнообразия мы поменяли ему Сходили к парикмахеру стрижку Если можно это назвать стрижкой Стрижкой просто зачесал волосы в хвост Да? Ну ладно, пусть будет так Это как с шлемом у Шепарда Либо ходить без шлема Либо наблюдать его в катсценах Когда он разговаривает со всеми И лица его не видеть Я услышала, что Шельярку говорила о ложе Посол Нильфгарда упоминал о заговоре чародеек Так сложилось, что меня очень интересуют планы ложи Планы ложи не должны никого интересовать Эта организация скоро исчезнет Я ничего не имею лично против тебя, ведьмак Но из непрошеного гостя Ты превращаешься в неудобного свидетеля Так, значит Родовид в курсе того, что затеяли чародейки Родовид это тот, кто с саламандрами, по-моему, да? Какую-то сделку заключил Мы с ним через портал, через зеркало разговаривали Это он И он потом был под охраной у Хольтеста Ну, в смысле, не в заложниках А как гости Его держали Потому что В королевстве Кипел бунт С белками, против белок И людей Розы памяти, да? Чтобы он не пострадал Это он? Или там был его отец? Ну, тут не могло столько времени пройти Наверное, это был он Поскольку Филиппе лет Если она еще и при его отце была советницей Но Если Геральт, вон сколько живет, ведьмаки Медленнее стареют Дальше живут Енифер 90 лет, как мне сказали Да, потом я тоже Читала про это И по сериалу Этот момент тоже упоминает Что она его старшая Ну, я думаю, что и Филиппе И другим чародейкам Тоже так немало лет Кроме Трис Как я понимаю, меня ждет более подробное знакомство с твоим подземельем И более продолжительное Разумеется Ты не выйдешь отсюда до окончания переговоров Если ты считаешь, что я мог бы на них повлиять Ты меня переоцениваешь Политика — это что-то вроде сложной головоломки Любая деталька может оказаться очень важной Или совершенно бесполезной В Лок-Муинне должен произойти перелом И его совершу я Я не допущу второго Танада Скоро все узнают, на что способен король Редании А сейчас пора на переговоры Он хочет таким способом заслужить уважение Он и там в темнице для него старался, да? Так он же вроде был советником у Фольтеста Я что-то ничего не понимаю Или у них тоже какие-то дела были с Фольтестом Торговлю вели или еще Как союзники Теперь он здесь Ничего удивительного В политических делах Плетутся интриги То на одной стороне Где удобнее Или стало рискованно находиться Или страх выдать себя Раз уже на другой стороне переметнулся То есть Я бы не удивилась Но, наверное, все-таки он не был советником Фольтеста Он там по какой-то другой причине был Он посвящал во все дела Связанные с войной Он рассказывал про баллисты Кто ему их подарил Какая стратегия захвата С его любовницей С государством, с которым они воевали В самом начале Геральт помогал Это довольно странно Надо будет почитать Как раз после этого, я думаю, запись В информации в кодексе появится Выпустит рис Это было бы неразумно Если и правда существует место Куда мы все отправляемся из этой юдоли скорби То скоро вы там встретитесь Позволь, я освобожу Реданского палача от лишних забот О каких услугах идет речь? Ты можешь мне сказать Мертвые секретов не выдают Это так Обещаю тебе Когда твое тело остынет Я расскажу тебе все в мельчайших подробностях Жаль, ты этого не услышишь Всех в Лок-Муине ждет большой сюрприз И магов, и королей Но он вроде как делает Благо, как он считает, для Родовита Но я думаю, что он преследует и другую цель Потому что ему не нужны лишние уши Что мертвые только молчать будут А таких, как Геральт Нужно сразу же устранять Потому что они склонны освобождаться Из темниц Развязывать связанные руки Сбегать в последнюю минуту Поэтому Этот человек не глуп Раз действительно он так говорит Он прав Но нам-то нужно, чтобы Геральт остался живым Возможно, у него другие интересы Может, хочет влиять вместо Филиппа на него Молодой, неопытный И как хорошо, да Я буду управлять государством через него Ну, либо совершить переворот Каким-то образом Поставить своего короля Может, у него какие-то претенденты есть Много всяких вариантов Но я думаю, что Тема не будет связана конкретно С государством Мильгарда И с Родовитом, да Тут тема, в общем, крутится вокруг убийцы-королей И эти убийцы-королей связаны с ложей чародеек Люди не любят, когда за них принимают решения Короли тем более Ты опасен, ведьмак И слишком независим Придет время, и Родовит отблагодарит меня И не только Родовит Убейте его Только осторожнее с чарами Придержи его Придет время, это значит Я не собираюсь считаться с Родовитом Так, а почему нас убили? Мы должны были успеть что-то нажать И опять не увидела Люди не любят, когда за них принимают решения А он меня Благодарит Это значит, что я не считаюсь его мнением Молодой, неопней Придет время, и Родовит отблагодарит меня И не только Родовит Убейте его Только осторожнее с чарами Харт Придержи его Нет, я думаю, что теперь У вас ничего не получится С ним у нас схватка, да? Ну это интересно Только давайте мне заново все Выведи меня отсюда Чтобы не начинать Пару вопросов У тебя там целый список, Геральт Это ладно, мы наблюдаем за ним Да, а он сейчас в темнице Нужно быстрее сбежать Ему сейчас Такой список Придется огласить Дабы успокоить наше любопытство Мне надо найти Саски Если я тебе помогу Я не могу помочь Я не смогу помочь, Тридс С какой стороны мне начинать диалог? Как действуют эти чары? Саски не может противиться Моей воле Но не переживай Она совершенно не страдает от этого Она искренне верит, что я Самый замечательный человек на свете Как прелестно Так как если бы она была влюблена Самое замечательное именно то, что она полностью сохранила способность мыслить Свой замечательный характер Доблесть Отвагу Честь Ты нас успокоила Она же неравнодушна к женщинам Поэтому в этом нет ничего Сверх выдающегося Что она приворожила Женщину-дракона Йорвид тоже здесь Вот мечтает с тобой встретиться Я охотился за тобой не один Йорвид просто мечтает с тобой Встретиться Моя смерть изменит Немногое У таких, как Йорвид Нет права никого судить Шиллерд говорил правду Про ложу Про убийство королей Он говорил в точности то, что желал услышать Родовид Полуправда, вырванная из контекста, не слишком отличается от лжи Трис тоже принимала участие в заговоре В этом отношении она чиста и невинна, как слеза младенца Но уверяю тебя, во многом другом она была с тобой не слишком искренней Зачем это все? Я не понимаю, какой вам интерес убивать королей? Помоги мне выбраться отсюда И я объясню тебе все И помогу снять чар из Саски Другого выбора у нас нет Сними кандалы И проводи меня домой Я скажу тебе все Все! Сейчас, секундочку Ну да Где полу-ложь это хуже, чем просто ложь Почему? Многие книги пишутся Ну те, которые неправдивы С целью запутать человека Да, как они пишутся Берется основа какая-то То, что опровергнуть нельзя И замешивается ложь Это самая излюбленная ложь Для тех, кто хочет управлять людьми Тот, кто желает власти Тот, кто желает влиять на умы На сознание людей Тот, кто хочет держать под контролем И человечество И какие-то еще цели преследуют свои Так это все и делается Поэтому, прежде чем слушать Кого-то уже, который раз говорю И даже если вы читаете книги Я против книг ничего не имею Нужно всегда это сравнивать Своими чувствами и ощущениями Потому что в человеке Всегда заложено внутри Минимальное даже Вот этот вот И минимальное знание Вот этот исток Который заложен изначально в человеке Даже несмотря на то, что ДНК человека было изменено А чтобы ослабить До примитивизма человека Отнюдь не две цепочки ДНК У человека было изначально Все же Если человек читает книги Это уже хороший показатель Хотя я сейчас сама Я уже ничего не считаю Если только как раз Какую-то такую литературу Сели ведьмака То, что не является Какими-то знаниями Просто чисто для удовольствия Да, как поиграть в игру Почему? Потому что Как я уже говорила Знания Они Из-за знаний Если только следовать им По списку Они ограничивают человека И удерживают его в рамках Той или иной книги И человек не способен Более широко Рассматривать Что бы то ни было Все, он больше не может уйти От той позиции Нужно всегда Рассматривать альтернативу Как я уже говорила Иначе вы Рано или поздно Зайдете в тупик Потому что Не было бы такого Разнообразия людей Да С таким разнообразным миром Мировоззрением Ощущением Даже Пусть те Кого вы считаете Что заблуждается Так Как работает заклинание Вот Если я спрошу это Нам дадут возможность Про 300 спросить Я просто Реально Постоянно путаюсь По идее Диалог спрашивают С самого начала Но типа Здесь есть такие ветки Которые Если мы нажмем Мы сразу же Сворачиваем диалог То есть Самое основное Спросили Дальше Не вариант Уже спрашивать Какие-то второстепенные Что-то второстепенное Что мы Могли спросить В самом начале Где сейчас Саски Когда меня арестовали Она была шалой Должно быть Они как раз Собираются На переговоры Сейчас я книги не читаю Раньше Очень-очень Много Чего читала Поняла Что это тоже Все вне Шне Проявления Связанные Связанные С материализмом Как бы то ни было Книги все Написаны Умом Больше И рукой Человеческой А все ответы Нужно искать Внутри Поэтому Я это делаю По минимуму Хотя Иногда Не могу Держаться Все равно Читая Ту или иную Литературу Как работает Заклинание Тебе не повезло У меня Слишком Мало Времени Почему Ты станешь Мстить Слепой Женщине Ой Не прикидывайся Помоги нам Освободить Трис Ты расколдуешься Саскию идем Нет Я ее освобожу Нам нужно Чтобы она Саскию расколдовала Может она еще Своими руками Поможет Трис освободить Подождите Это же не выбор Конечно Я выбираю Трис Нам и то и другое Надо сделать Раз мы здесь Темнец Че это за вряд Хорошо Если ты меня Обманешь Сними с меня Кандалы Нам придется Возвращаться По туннелям Ну они Часто Обманывают Такие Шилерт Поднимет Тревогу Не поднимет Прежде чем Он очнется Все будет Кончено Такие подлые Личности Я не убиваю Обморочных Стариков Иди вперед Ну это Сделает Она При Без фокусов Филиппа Первые же Возможности Так Она хочет Выбраться Отсюда Мы в курсе Нам нужно Прокачать Геральта Но нам не Разрешают Почему Сейчас Нельзя Прокачивать Геральта Нельзя Пить Эликсиры Ну Раз ты Сейчас С нами Так Почему Мы даже Сканировать Не можем Ничего Нам нужно Собрать Может Что-то Прости Поиздевались Под Филиппой Она же Сейчас Не видит Она Опирается На нас И рассчитывает Только На нас Так Куда Нам Ити Нам Нужно Ити Сюда С ней Конечно Мы Много Чего Не Проверим Даже Если Есть Какие Тайники Он Ничего Не Сканирует Навряд Ладно Что-то Есть Хотя Все Равно Я Думаю Что Нужно Проверить Дабы Успокоить Себя Чтобы Не Жалеть Потом Обычно В таких Ящиках Очень Много Всего Всего Но Геральт Не Может Почему-то Воспользоваться Как Видите Геральт Причесался После Того Как Выбрался Из Темницы А там У него Была Стандартная Прическа Которая Мне Тоже Очень Нравится Просто Это Довольно Странно Это Как Мститель Или Как Там Винтовка Стандартно Называлась Масс Эффект Там Тоже Всегда Появлялось Какое Бы Оружие Какую Бы Экипировку Мы Не Выбирали Почему Здесь Тупик Пока Буду Играть Тогда Те Игры Которые Мой Компьютер Тянет Но Fallout 4 У меня Тоже Игра Вначале У меня Все нормально Было Просто У меня Компьютер Помахал Мне ручкой Поэтому Я больше Не хочу Так Париться И мучиться А кстати По поводу Записей Мы же хотели С вами Прочитать После разговора С Филиппом Геральту Удалось Сложить Вместе Еще Один Кусочек Головоломки Из Разговора С пленной Филиппой Он узнал Что Шала Детерсенвиль Наняла Убийц По поручению Тайной Организации Называем Его Чародеек Однако Магички Не доценили Коварство Лета И утратили Одню контроль Интересно Что Вложить Сначала Входило И три Смери Говорит Однако Довольно Скоро Остальные Чародейки Перестали Ей доверять Скоро Геральт Сделал Другие Открытия Ну потому Что Она С Геральтом Постоянно Находилась И все Знают О их Взаимоотношениях А Геральта Хотели Подставить Обвинили Его В убийстве Лета Поэтому Очевидно Что Она Бы Могла Рано или поздно Ему все Рассказать Проболтаться Поэтому Ей не доверяли Так Король Родовид Вышел И эмиссар Фицестерлен И бросил Маску Дипломата Он приказал Убить Геральта И наш Герой Неименуемо Погиб От рук Черных Если бы Не ведьмачья Выучка Что же Он сделал Просто Пережать узлы На запястье С знаком Игни Впрочем Фицестерлен Был Не предусмотрителен На Филиппа Надели На ручье Который Держивает Магию О нем Не подумали Он же тоже Умеет Использовать Магию Это конечно Не такое Масштабное Как Чародейки Но все же Это ему Помогало Спасти Себе Жизнь Так Впрочем Фицестерлен Был Слишком Ценной Добычей Его Нельзя Было Убивать Мясар Стать Для Геральта Пропуском И Похищенный Видимо Окупает Стояло Сделать Тяжелый Выбор Освободить Искалеченный Филипп И позаводиться Они Или вытащить Оглушенного Фицестерлена И немедленно Отправиться За Трис Так А Трис То останется Уживых Я конечно же Не Филипп Выбирала Я просто Подумала Что мы И то и другое Сняем Блин Если из-за нас Если из-за нас Трис Часть Не будет Трис А я планирую Приносить Этот сейф То я очень Очень сильно Расстроюсь Так Я не знал Природы Отношений Которые Связывали Шильярда Астролена С Родовидом Пятым Свирепым Но было ясно Что отношения Эти в первую очередь Служили Политическим Интересам Пере Геральт Уже Пересытился Политическими Играми Шильярда Шильярда И потому Решил вернуть Накопившиеся Долги Начал он С деликатного Покушения На личную Прикосновенность Посла Для чего И дал ему По Морде Это Знаете Такие Послы Советники Они Все время Что-то Нашептывают Королям Не Чтобы Сделать Раздают Советы Для благополучия Государства А все время Преследуют Какие-то Свои цели Конечно Практически Вы можете Сказать Каждый Советник Но все-таки Кто-то Меньше Пресет Интриги Может быть Кажется По своей Глупости В этом Мере Приходится Выживать Но кто-то Может быть Действительно Более Честный Хотя Тот Кто Такими Ищами Занимается Все равно Впутан Те или иные Игры Государственные Интриги Поэтому Он мне Видится Как раз Таким Змеем Который Оббивает Посох И шепчет На ухо К какому-нибудь Очередному Королю Так Время съезда Чародеев В одном Из кварталов Лукомуини Развило Лагерь Тимерская Дерегация Которую Возглавлял Интерекс Ян Наталис В этом Лагере Жили Дипломаты Но прежде Всего Солдаты Так Это Канализация В лукомуини В общем Все А 300 Мы не Сможем Спасти Так Вот Если По заданию Эти Меня Вижу Солдат Хотите Сказать Мы Сейчас Просто Уходим И все А Выбрали Мы Чародейку А не 300 Мне Это Все Не Нравится Так Нам Помогать Гервит Спасибо А теперь Мне Можно Выбрать Прокачать Гервит Ничего Нельзя Вот Зачем Светится Вот Это Если Мы Ничего Не Можем Собрать Так Йор Ты Далеко Не Уходи Я Слышу Нагеров Либо Утопсов Ни Одно Тело Мы Смотреть Не Можем Можно Ее Хоть На Секунду Немножечко От Себя От От Двинуть Видимо Нет